Не можешь уже несколько дней продать свой дом или машину, или замучился продавать акции на АЦР, тогда тебе обязательно нужно посетить группу ВКонтакте «Купи и продай» на Сантроп Ролеплей. Тут ты сможешь легко опубликовать своё объявление, и его увидит почти 3000 человек. Присоединяйся и ты к ним. Кстати, у ребят сейчас проходит масштабный конкурс в группе, не забудь в нём поучаствовать. Ссылочка будет в описании. Как я тут оказался, спросите вы меня. Смотрите видео до конца, и вы точно будете в шоке. Всем привет, с вами Рома, и это необычная шестая серия «Путь Дудя». Очень многое изменилось с момента прошлой серии, так что мне предстоит это всё сегодня рассказать. Но победителем прошлого розыгрыша на 100к становится вот этот комментарий. Обязательно отпиши мне ВКонтакте и забери свой приз на практически любом сервере Сантроп РП, кроме первого и третьего. Ну а сегодня я также разыграю 100к вирт. Для участия тебе нужно подписаться на канал и нажать на колокольчик. Кстати, так ты точно ничего не пропустишь. Поставить лайк и написать комментарий без лайка. Итоги будут в следующем видео. Ну а играю я почти на всех серверах Сантроп РП. Води мой ник Роман Виндета при регистрации. И мой топовый промокод хэштег Виндета, при введении которого ты получишь начальный капитал и сможешь быстро развиться на сервере. Ну а вся интересующая вас информация находится в описании под этим видео. Не забывайте туда заглядывать. Ну а теперь начнём. Время вдуть. Как вы помните, в прошлой серии я повысился на пятый ранг в СМИ на четвёртом сервере. Я снимал для вас следующую серию по системе повышений и всё было хорошо. Когда я только начал выполнять эту систему повышения, там нужно было первым делом отредактировать 120 объявлений. Мне дали выговор по причине ПРО. И причём ни за что. Якобы я отредактировал объявление с сокращением. Хотя я всегда наоборот принципиально пишу полностью. То есть, например, не А слэш М, а автомобиль марки. В итоге я доказал свою правоту и с меня сняли выговор. Так как тот, кто мне его собственно дал, сказал, что он ошибся. Но это ещё цветочки. Что же творилось дальше, это просто не сравнится с этим. В общем, сначала назначили нового лидера, что автоматически означало, что всё, что я делал для повышения, было попросту зря. Так как у нового лидера новая система повышений. Я уже смирился и попросил новую систему повышений, но ему не дали права на форуме, чтобы он мог залить её в эту систему. И пришлось выпрашивать в беседе ВКонтакте, которая появилась у СМИ ещё при Павле Графе, когда наконец-то скинули эту систему, я решил начать её выполнять. И между делом я решил заглянуть в беседу, ещё раз пробежаться по системе повышений и наткнулся на вот такие сообщения. Мол, из-за того, что я тут сижу и поднимаюсь к ним в СМИ, приходит моя тупая аудитория и написал это некий Ярослав Ялыгин. И хотел меня уволить со СМИ и спрашивал об этом лидера. Лидер вроде адекватный и ему сказал, что типа за что меня увольнять. Я, конечно же, молчать не стал, не буду вам показывать полную переписку, кто хочет, кину ВЛС ВКонтакте. Но суть в том, что он в итоге слился, сказав, что это шутка, а потом и вовсе сказал, что он трус. Я ему понятно объяснил, что нет причин на увольнение. Но и на этом ещё не всё. Когда я наконец-то приступил к выполнению заданий, я проверил про у пяти человек и решил выйти во ФК. Потом там по РП нужно было ещё покрасить гараж. Вот, потом захожу в игру и вижу, что я в полицейской тачке. И я такой, что? Начинаю узнавать у этого, если его так можно назвать полицейского, что я, собственно, делаю в этой тачке. Ещё я и повязанный, и выйти, собственно, не мог. Он, во-первых, безграмотно очень писал, потом он очень много им гэшил и не называл причины, а просто говорил, что посадит меня всего лишь-то на две минуты. В итоге меня посадили в тюрьму на 5000 секунд. Параллельно я ещё снимал для вас несколько видео в это время. И поэтому так долго не было видосов. С ними тоже случились неприятности. Пишите в комментариях, что вы вообще думаете по этому поводу. Продолжать ли с текущим составом не подниматься в СМИ. Или закончить рубрику и начать что-нибудь поинтереснее. Что точно вам всем зайдёт. Жду ваше мнение в комментариях. Ну а если ты хочешь самым первым узнавать о новых видео, обязательно подписывайся на канал и нажимай на колокольчик. Также ставь лайк и напиши свой комментарий, ведь для меня это очень сейчас важно. А на этом сегодня такой необычный выпуск «Путь Дудя» заканчивается. С вами был Рома. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Не болейте. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok